В рамках форума «В ритме жизни» учащиеся образовательных учреждений приняли участие сразу в нескольких конкурсах. Один из них – «Современный мир глазами школьника». 150 ребят боролись за звание победителя в номинации «Лучшая фотография» и «Лучший баннер», которыми, кстати, в ближайшее время могут украсить город. Сегодня мы подводим итог городского конкурса, и вы, участники этого конкурса, сегодня в нашем городе, поверьте, наш город Сочи сегодня такой очень привлекательный, и нам с вами повезло, что именно мы живем в этом городе, мы вместе делали Олимпиаду, мы его продолжаем развивать, наш город, поэтому у меня одно к вам пожелание, я вас благодарю за такую активную позицию, и я хочу вам пожелать, будьте позитивными. Победитель второго конкурса «Творцы единства и содружества» учились бесконфликтным способом общения. Кстати, этому проекту, который был запущен Центром педагогической диагностики и консультирования детей и подростков города Сочи, исполнилось пять лет. Все это время специалисты Центра помогают школьникам добиваться успеха путем эффективного общения. Учитывая, что негативных тенденций вокруг действительно очень много, важно, чтобы каждый подросток, каждый ребенок нашел в себе жизненные силы, вот тот жизненный ресурс для того, чтобы сопротивляться стрессам, а детей тоже окружает стресс со всех сторон. Противостоять тем негативным явлениям для того, чтобы эти силы были, мы говорим всегда о здоровом образе жизни, о том, чтобы каждый ребенок был занят. Занят ли в творчестве, в спорте, это не важно. Главное, чтобы он себя чувствовал успешным. После награждения участники форума «В ритме жизни» приняли участие в работе интерактивных площадок. Модераторы провели круглые столы, контактная импровизация, в объективе, сетевой волонтер, а также со школьниками провели игру «Мы вместе» и поговорили на тему эффективности профилактических форм работ в современной школе.